Ребята, добрый вечер еще раз. Продолжается наш 32-й чемпионат нашей лиги Бигвин Хоккей. Два тура сыграно. Расскажу, что, судя по комментариям, первый о комментировании мой оказался интересным людям. И вот по просьбе Егора Горбачева комментирую матч 3-го тура с участием его команды Крылья Советов и ЦСКА. Ну, расскажу про турнирную таблицу на данный момент. Во втором туре Спартак отправлял вызовы и почти все свои матчи проиграл. У него только одна ничья с Барселоной, кстати, которая с третьего тура обозвала себя ХК Сибирь, как я не уговаривал оставить название. Ну, ладно. Итак, теперь Барселона называется ХК Сибирь. И ХК Сибирь выиграла 2-1 у Спартака и 3-3 сыграла. Это вот единственная ничья. И выиграла ЦСКА во втором матче. Первый матч вы видели. Во втором матче Спартак легко обыграл ЦСКА. 2-0 был счет весь матч и на последней минуте ЦСКА забил, наверное, какой-то случайный гол. Короче, шансов у ЦСКА во второй встрече не было. Вот вам и хваленая моя тактика. Не сработало. Итак, матч третьего тура с крыльями советов начинается. Турнирное положение. Ну, ХК Сибирь, бывшая Барселона, набрала пока 18 очков больше всех. Это с учетом первых двух матчей третьего тура с крыльями советов выиграла Барселона их со счетом 4-0-4-1. Это, кстати, первые, по-моему, два поражения крыльев в турнире. Да, до этого у них было 12 очков из 12 возможных. Победа над ХК Сибирь и над Спартаком. Ну, и так, на данный момент получается, что лучшие команды все-таки пока остаются. Это крылья советов и ХК Сибирь. И тем интереснее будет посмотреть этот матч против ЦСКА команды, которая привыкла выигрывать, скажу нескромно. Кстати, если посмотреть таблицу, у Спартака 5 очков и сыграно очень много игр. Точнее, уже, наверное, 10. Соответственно, Спартак претендент на вылет, на непопадание в плей-офф. Спартаку нужны победы во всех оставшихся матчах. Ну, турнирные расклады, я думаю, вы все прекрасно можете рассчитать, посмотрев наши скриншоты в турнире. Итак, Барса 18, Крылья 12, очков Динамо 9, ЦСКА 7, Спартак 5. И стартует третий тур матчем ЦСКА Крылья Советов. Смотрим карточки тактики усиления. Ну, понятно, Крылья Советов, имея более низкий рейтинг, ставит золотые карты. Это логично. Очень хорошие карты, кстати. Вратарь должен работать супер. Шайбу отобрать будет сложно. И броски будут разрывные. У нас же самая классическая ЦСКА тактика. Пасеки. Вратарчик. Ну и блокировка броска. Итак, поехали. Стартуем. Посмотрим, что из этого получится. Итак, первый период. Даже интересно, это первый матч, который я вижу против Крылья Советов. Что из себя представляет эта команда. С симпатичной голубой формой. Сразу западем в атаку. Надо бы открывать счет. Панарин в защите у Крыльев. Необычное расположение игрока. У меня он играет в этой встрече, по-моему, центр форварда. Ну, посмотрим. Вот сам Егор Горбачев стремится к шайбе. Менеджер команды. Если он сейчас еще забьет, это будет... Это будет вообще просто капец. Представляете, Егор Горбачев забивает Николая Хабибулина. Да, комментаторы хоккея были бы просто в шоке, услышав такое словосочетание. Снова Егор Горбачев. Шайбой передает некоему Маслову. Тут Кабанов подключается. Необычная фамилия у Крыльев. Беспрорывные атаки Крыльев. Да. Будет непросто. Я так чувствую. Вот Артемий Панарин, Ничушкин. Безобразная передача. И снова Егор Горбачев уходит в атаку. Вот и гол. Лучший хоккеист матча пока. Скажу я вам. Добавлю чуть звука. Звука трибун. Для эффекта. Да, Егор Горбачев в первый период приносит победу своей команде. Пока 1-0. И снова выигрывает Крыльев вбрасывание. Банарин. Да, Хобби Булин. Спасает. А могло стать 2-0. ЦСКА в редкую атаку идет. Похоже, не очень удачная тактика была выбрана на матч. Маслов, Горбачев. ЦСКА пытается навязать свою игру. Но надо в пасик поиграть. В пасик поиграет Артемий Забивач. Нет. Вратарь по фамилии Широнин. Спасает. Свою команду. И вбрасывание проиграно. Ну, скажу я, ужасный матч в исполнении ЦСКА. Но надо вбрасывание выигрывать и бросать. Кукузов долго думал. Панарин бросил. И снова вбрасывание. Да. Вот вам крылья советов. Ну, сравняем. Здорово. Смогли выиграть вбрасывание. Зацепиться. Сделать передачу. Бросок 1-1 на Илья Купов. В атаку идет снова Егор Горбачев. Ну, что неудивительно. Лучший хоккеист своей команды. Отбираем шайбу. Ничушкин, Якубов. Идем в атаку. Панарин. Здорово. Артемия прессанули. Крылья переходят в контратаку. Дмитрий Орлов отнимает шайбу. Хороший силовой прием. И, похоже, второй период подошел к концу. Подошел он броском по воротам Хабибулина. 1-1. Ну, что? Третий решающий период. Начался, как всегда, Горбачев. Выиграл вбрасывание. Первая атака. И Кабанов заталкивает между ног Хабибулину. Шайбу. Да, ЦСКА будет трудно отыграться. 2-1. Теперь я не удивляюсь, почему Крылья являются лидерами нашего турнира. Ну, одними из лидеров. Потенциально по очкам, наверное, Крылья пока лидирует. Опять Горбачев. Да. Ребята, кто будет играть в следующие матчи? Повнимательнее с этим хоккеистом. Так, сравнивать надо. Не смогли. Половина третьего периода остается. Отняли шайбу. ЦСКА. Ну, ужасный пас. Пас в никуда. Теперь надо отбиться. Тут уже, скорее всего, это был Егор Горбачев снова. Да, наверное, это был он. Первым подошел к шайбе, дал пас. Уничтожают просто ЦСКА командой Крылья Советов. Стыдно. Стыдно нам за такую игру. Пять минут до конца. Это катастрофа. Да, без выбора на игру тактики усиления броска. Очень сложно забить, оказывается. Но я думаю, все. Поздравляю Крылья с победой. Да. 3-1. Вот так вот. Доигрался. Недооценил, честно говоря, эту камеру. И, видимо, все остальные игроки также недооценивали Крылья Советов в первых двух турах. И поплатились. Поплатились. Крылья Советов набирает 15-е очко. Причем, по моим пока подсчетам, в 7 играх. Там, возможно, уже больше игр. И пока потенциально идет на первом месте. Да, все решится в 4-м и 5-м туре. 4-й тур будет команда ЦСКА сделать. Вызовы соперникам. Я здесь просто сразу записываю 3 очка Крылья. Немножко отвлекаюсь. Статистику смотрим. Ну, почти равные. Ни одного удаления. Кстати, не припомню ни одной игры на свою память, чтобы не было ни одного удаления. Чуть побольше атаковали Крылья. И поэтому они чуть побольше и забили. Да. Сказать, наверное, больше к этому матчу нечего. Вы все видели. Крылья были на... Ну, скажу, откровенно, на голову сильнее. Почти ни одного толкового момента поворот Крыльев мы не создали. 3-1. Заслуженная победа. Турнир продолжается. Спасибо всем за быстрые, кстати... За быстрые игры друг с другом. Наш турнир продвигается просто супер темпами. Обычно мы играли раньше по 3-4 дня. А здесь мы за один день уже 3 тура сыграли, я думаю. А время у нас еще сегодня только 20-37. Думаю, и четвертый тур. А там уж если Динамо соберется силами и пятый, можем сегодня тоже сыграть. Поздравляю. Удачу раскрыли. Прекращаю. Заканчиваю эту трансляцию. Спасибо за игру. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok